Привет! Сегодня день переезда. Я переезжаю из Краснодара в Самару. Происходит потому, что я поступила в университет. Самарский экономический университет. Я буду жить в общаге. У меня уже все приготовлено. Сейчас я вам покажу, сколько у меня вещей. Это моя комната. И у меня здесь раньше висели все время рисунки. Вот здесь. Вот как вот этот рисунок. Вот. У меня еще были вот на этой двери все маленькие. Вот на этих двух дверях. Вот тут даже я оставила календари, потому что они как мне не нужны. И оставила свои учебники, свои грамоты. Так вот. Вот это сумки мои. Их всего пять. Таких пять калечатых сумок. Вот раз, два, три, четыре. И пятая в коридоре. Да? Ну, увидите ее. Еще рюкзак. Там столько всякой мелочи. Он напихан просто на невозможность. Сумка, которую я никуда не смогла впихнуть из-за вот этой вот штуки. Вот этой вот. Вот этой вот штуки. А, я никуда не впихнула. И ноутбук. На это не обращайте внимания. Это, короче, когда болеешь, люди, которые болеют, меня поймут. Так вот. Вот. Значит, у меня экзак на включении. Сумка и ноутбук. Все много. Я иду по лестнице с четвертого этажа, потому что папа тащит две сумки, которые я беру с собой. Остальное на мне отправят в транспортной компании. Поэтому, как бы, но все равно эти две сумки, а каждая по 22 килограмма. Понимаете? Это максимум. Ну, там 23 максимум самолет, что можно брать. И, короче, ну, как нам потом их на ЖД вокзале тащить, потому что сейчас мы едем в Ростов. Мы сначала едем в Ростов, чтобы два дня отдыхать и гулять. Ой, все. Ничего. Улица. 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 Ну, рисунки, это все, да? Больше ничего. Рассвет. Шесть утра. Шесть утра, мамочка. Машины нет. Смотрите, рекламочка. Как же без рекламочки? Что бы мне? И потом видео на миллион минут. А знаешь, типа, что я знаю Арины? Так, она брюнетка. Ей 18 лет. Я уже шатенка. Каштановая. Ну, ладно. Ну, была брюнетка. Если по волосам, которые была, Арина приближает мне камеру. Вот там стоит белая машина, представляешь? А ты не знала этого. Приближать тебя, как на зуме. Ты такая классная. Ух, ты реально классная ползина. Поехали. 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 А солнышко просто великое. Мы сейчас на Краснодарском вокзале. Вот, в принципе, знаете, как обычный, как все вокзалы. Я потом покажу вам. Он как обычный, как все вокзалы. Но, короче, знаете, как я нащила зумку? Это было как паук. Это надо было заснять. Возможно, я это засниму и фотки покажу где-нибудь. Но это было реально классно. Я такая хоп-хоп-хоп-хоп. Когда приехали в Ростов, у нас Кубань была. А сейчас тут дома, короче. Та-дам. Звучит. В прошении того, что будет. И я еще никак не до конца осознаю, что я всю, я уезжаю, ехала я с Краснодара, что я буду жить в другом городе, что я буду жить как бы одна, не с родителями. И эти были еще прощания, слезы, расставания. Я в аэропорту уже еще два часа до вылет. И я первый раз, конечно, в аэропорту, но я, конечно, до этого все летала тоже. Но это первый раз за долгое время. Я была тогда ребенком, и поэтому как бы я не помню, что было, что не было. Ну, как бы, все меня, знаете, спрашивают, я же типа в Самару лечу, одна буду жить и всякое такое. Боюсь ли я, переживаю. А у меня просто отрешенность. Я не думаю об этом вообще никак, ни капельки не думаю. И не хочу ничего как бы даже загадывать. Как будет, так и будет. Музыка Прошло две недели с того момента, как я приехала в Самару. Но я еще не переселилась в общежитие, потому что я жила у своей учительницы, у прекрасного просто человека. И ждала, но хотела более лучшее общежитие. Но, конечно, это не получилось. Не судьба оказывается, но все равно как бы я пожила в доме, а не в общежитии. А сейчас, уже сегодня я приеду туда и буду ночью и иду спать там. Это были, конечно, тяжелые дни, и слезы, и разочарования после всего услышанного в общежитии, об ужасах всяких. Это было очень страшно. Тем более, как оказалось, на самом деле, это очень тяжело, когда ты уезжаешь из дома, от родителей. Ты всю жизнь жил с родителями. Всю жизнь у тебя была какая-то опора, поддержка и так далее. И тут такое у тебя просто выбросило волной жизни. Это куда-то вообще непонятно. Хотя я сама выбрала этот путь, эту дорогу, поэтому сама должна по ней пройти, найти силы. Сейчас я иду на физру. У меня первая физра. Конечно, утром в субботу у меня будет теперь все время физры. Закончила снимать свое видео про то, как я приезжаю в общагу. Сейчас я вам показываю свои коридоры и умывальники. Мы здесь утром умываемся. Это рядом с моей комнатой, которая вот эта, 520-я. Ну, конечно, туалет. Лучше вам туда не заходить. Конечно, это делать кино. Все равно бывает всякое такое. Ну, и там дальше, конечно, кухня. Но я не буду хоть туда идти, потому что, скорее всего, там кто-то готовит. И можно это я сниму отдельно. Ну, когда мы заходим в нашу комнату, то вот первое, конечно, это наш стол. Тут у нас чайник, всякая посуда. Ну, сами видите, конечно, комната, шкафы, всякие вешалки. Вот эту вот я покупала, вешала. И вот эту тоже я покупала, ставила сегодня. Прям буквально я ее собирала специально. Шкафы девочки передвигали, и они тут обои делали. Ну, то есть у нас еще нормальная комната. Перед входом надо снимать тапочки. Тут у нас, ну, как, нас четверо живет, и как обустроено, не обустроено. Конечно, маленький бартак, но вы не обращайте внимания. У нас есть даже один стол. Wi-Fi есть в комнате, что самое классное. Вот это мое место. Тут у меня вот полка, вещи, полотенце там висит, и кофта сейчас. Я там не должна быть. Я тут обычно занимаюсь. Вот я использую тумбу как свой стол. Ну, вот вы видите, ноутбук стоит. Подушку я на нее опираю, чтобы спина у меня, потому что спина болит, если долго сидеть. Либо на ноги опираюсь, либо на спину. Большинство вещей у меня лежит вот в коробах. Вот такие в коробах, под кроватью. Там у меня и обувь в коробках лежит, и так далее. Остальные принадлежности вот здесь у меня. Вот эта вот эта штука. Полка. И есть еще один ящик вот в этом тонком шкафу. У нас есть еще сушилка, то есть, чтобы вещи сушить. Ну, и остальное. Кстати, вам покажу элемент. У меня тут мой флаг любимый. Подарок сестры, ракушка, деревца. Потом и мои любимые статуэточки. Я повесила картины, как у меня всегда есть. Ну, мои рисунки, которые я раскрашивала, вот они у меня всегда есть. Поэтому, как бы, они здесь есть тоже. И я повесила свой тоже еще один подарок. Моего любимого бордового зайчика. Вообще, бордовый это мой любимый цвет, поэтому так. В общежитии это, конечно, интересно на самом деле. Потому что здесь все живут вместе. Зачастую, то есть, каждый друг с другом делится чем-то. Едой, там, вкусняшками. Кому-то что-то приносят. Тем более, ты такой, ты не один все-таки. Знаете, иногда одиночество, оно затрудняет. И ты находишься, как бы, вне социума. И тогда, ну, ты по жизни становишься одиночкой. Тебе трудно налаживать контакты. А так, ты живешь такой в общежитии. Все друг друга знают. Ты такой, хоп, ходишь в халате при всех. Там у нас, конечно, на нашем этаже, где-то 20 комнат, как вы видели в коридорах. И у нас все девочки живут. Мальчиков мало. Вообще, в универе мальчиков мало. У нас первый и второй этаж, это мальчики. Все остальные этажи, это живут девочки. И у нас, скажу вам, на первом этаже у нас еще находятся душевые и стиралка. Стиральная, так сказать, комната. Там 4 стиралки работающих. И еще 5, она наполомалась. Ну так, и еще не разрешают больше час стирать. Так вот, и у нас на все 5 этажей для девочек 1,8 кабинок. И для мальчиков, я думаю, так. Не знаю, сколько у них там. И вот так вот. Большинство вещей люди покупают сами. То есть, они оборудовывают, вот обклеивают обойми, как девочки. Вешают полки. Покупают тумбы, столы, кровати себе даже некоторые покупают. Потому что здесь кровати, это старая кровать. И такое, знаете, просто 3 прямоугольника. 2 маленьких, один такой длинный, большой. И он просто вставляется на эти 2. И все, твоя кровать готова. Больше ничего, она не сетка. Там у меня еще нормально, она не прогибается. Так, ну это твоя кровать. Большинство вещей ты хранишь под кроватью. Вот я видела, например, у соседних девочек. У них там есть собственные кровати. Такие с ящиками. Или двухъярусные. Каждая. То есть, покупают и обустраивают свою комнату в общежитии. Это на самом деле так. И при заезде тебе надо многое очень потратиться. Потому что я покупала тумбу, вешалки. Я покупала полку. Мы девочкам скидывались еще на холодильник собственный. Потому что без холодильника, микроволновки, чайника, жизнь нереальна. В общежитии. Потому что тебе будет негде просто хранить, готовить и так далее. Вот такая штука. И поэтому так. Это общежитие разное. У каждого университета, у каждого города. И все это на самом деле очень-очень различается. И можно говорить где-то хуже, где-то лучше. Но в основном это ты на себя. Все делаешь сам для себя. За тобой никто не будет бегать. Или тебе что-то делать. Но кто-то быстро привыкает. Это нет. Я, например, очень быстро привыкла. Я уже привыкла, что мы вчетвером. Единственный минус. Единственный минус. Это, то есть, когда тут вы четвером живете, и другие девочки к ним приходят, подружки, и они шумят. Либо они вместе, двое смотрят сериала. Тебе надо заниматься. Ну, то есть, в плане учебы надо учиться, то есть, воспринимать шум посторонний и как-то от него абстрагироваться, чтобы можно было запоминать. Ну, все, все. Спасибо за просмотры. Если будут просмотры, я всегда сомневаюсь и всегда говорю «ес». Знаете, сравнение противоположности там и там. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok